Добрый вечер, Валерий Ильичев. Работаете с молодежью. Вот уже несколько лет в Крыму работает также и региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи, я так понимаю. Расскажите об основных направлениях деятельности этой организации. Ну, прежде всего я хочу сказать, что наш президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами серьезную задачу. Он сказал, что у нас не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Патриотизм является единственной национальной идеей в России. И вот Крым Патриот Центр, созданный в декабре 2014 года по инициативе главы Республики Аксенова Сергея Валерьевича, распоряжением Совета Министров, занимается реализацией государственной программы патриотического воспитания граждан России на 2016-2020 год. Цель работы нашего Центра – это совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи к воинской службе. Основные задачи – это формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании молодежи, воспитание преданности своей родине, любовь к своей родине, подготовка молодых людей к службе вооруженным силам, привлечение молодежи к активному занятию спортом для того, чтобы убрать детей с улицы, убрать от компьютеров, и пропаганда и развитие здорового образа жизни. Вот как бы определились вот такие основные направления. Ну, одно из самых основных направлений – это, естественно, подготовка к военной службе. К военной службе. Как это происходит практически? На базе школы или учебных заведений? Значит, подготовка проходит в комплексном порядке. Соответственно, у нас имеются планы, долгосрочные планы по этому вопросу. Мы работаем в тесном взаимодействии с КРИПО. Мы работаем в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями наших городов Крыма. И суть заключается в том, что непосредственно проведение вот этой работы по подготовке к службе. Конкретно приведу следующее мероприятие, которое мы, естественно, проводили. В этом году мы провели впервые пятидневные сборы с учащимися политехнического техникума на базе воинской части в Перевальном. Это явилось пробой сил. Эти сборы мы проводили впервые. И в ходе этих сборов опробировали именно программу и создали методику проведения, на основании которых будут даны рекомендации для наших товарищей для работы в центрах на местах. В частности, во время сборов полностью студенты, будущие студенты, они занимались строевой подготовкой, физической подготовкой. На базе военной части, да? Да, это все. Они жили в казарме, то есть они посмотрели, жили по распорядку дня, питались в солдатской столовой, совершали марш-броски, занимались физической подготовкой. Была произведена обкатка БТРами, были произведены стрельбы из-за штатного оружия. Это все учащиеся школы? Это учащиеся политехнического техникума. А, политехнического техникума. За такой короткий период не овладевают всеми навыками и первичными навыками воинской службы. А здесь же был блеск в глазах, было стремление, ребят. Ну, во-первых, их постригли всех. Ну, подавляющее большинство согласилось. А некоторые, конечно, они там укоротили, но вообще, значит, это не прихоть, когда военнослужащего или допризывника на сборах привлекают. Для того, чтобы вот эта короткая прическа, она позволяет, то есть, выполнять свои функциональные обязанности. Нормально одевать противогаз, нормально одевать химзащиту. И на лишний раз, когда нет возможности помыться, это и санитарно-гигиеническое. Поэтому все это они прошли, и очень было такое стремление, большое стремление, желание. Значит, по итогам сборов каждый получил сертификат о прохождении этих сборов. Они так сдружились за эти пять дней. И вот проходя, вот после этих сборов прошло времени, уже определенное количество дней. Проходишь мимо, они говорят, здравия желаю, товарищ подполковник, здравия желаю. Как там было здорово. То есть, они окунулись, но ни один не ушел, не отказался, не скосил, как говорят у нас. А именно вот стремление владеть. Ну и посмотреть, потому что боевая часть, там красота. Там все, они посмотрели так, конечно, ходили с открытыми ртами, потому что там действительно идет боевая, серьезная подготовка. Это настоящие вежливые люди, это наша современная армия, и вот они являются будущими защитниками Отечества. И очень хочется выразить руководству техникума признательно за подготовку таких ребят. Молодцы и преподаватели. В общем, это было замечательно. Вот это одно из таких ярких событий в этом году. Но, значит, по подготовке, какие у нас вопросы? Я хотел по долгосрочным проектам поинтересоваться. Чем вы еще, чем еще занимается ваша организация на, я имею в виду, долгосрочные проекты? Ну, долгосрочные проекты, я бы отметил следующие. Значит, у нас совместно с Русской общиной Крыма долгосрочный проект – это маршалы победы. Маршалы победы – это проведение тематических встреч, тематических уроков мужества в средних учебных заведениях, в среднетехнических и высших учебных заведениях. Это встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками боевых действий, где они знакомятся и познают именно слова и впитывают как губка то, что нужно хранить свою родину, как зеницу ока. И вот это маршалы победы, оно очень важно, это направление важно тем, что здесь мы боремся с фальсификацией истории, о чем, значит, неоднократно отмечали наши руководители и высшего ранга, и наши, и глава республики, о том, что необходимо, чтобы не было, потому что опрос сделали в школах. Многие не знают, значит, кто с кем воевал, многие не знают, когда началась война, когда закончилась война. То есть безграмотностью такая борьба, да? Ну, я бы сейчас не назвал, я хочу сказать, что разительно сейчас отличаются наши молодежь от той, которую, как говорится, которую мы начали работать в 2014 году. Вот за эти неполные, вот три года у нас, три года, значит, выросло очень самосознание, есть стремление, то есть реально хотят в учебных заведениях, значит, создавать те же кадетские классы. Кадетские классы – это пожелания родителей. Я вот скажу на примере вот кадетского класса, который я курирую, который я создал вместе с руководством школы. Значит, это кадетский класс в 43-й школе. Они находятся под патронатом Национальной ассоциации офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир». И там много делает Суслин Сергей Николаевич много в этом вопросе. Но вот эти ребята, это у нас впервые вообще в Крыму, это уникальный класс. Почему? Потому что у нас обычно 5-го класса, а они 3-го класса – десантники. Десантный класс патриотический занимает везде первые места. И хочу сказать, что он шел во главе строя на демонстрации трудящихся 1-го мая. Они шли в тельняшках, они шли в этом. Просто душа радуется. Вот такие кнопочки, но уже виден мужской характер. И заходишь разительно между кадетским классом и обыкновенным, есть очень большая разница в том плане, что там они одухотворённые. И вот именно наша задача с вами – вот они тянутся к этому. Нужно эти ростки поддерживать, поощрять и внедрять, чтобы мы не упустили эту молодёжь. А иначе будет, как на Украине, где упустили молодёжь, и там у них герои – фашисты, бандеровцы, шухевичи. А наши герои – это герои Зоя Космодемьянская, Александр Матросов. Вот кого они должны знать и наши дети. Одним из долгосрочных проектов, я бы назвал, который отражается на военно-патриотическом воспитании, это мы сейчас будем буквально реализовывать этот проект – это гимн России в твоём сердце. Это в масштабах будет Республики Крым, по которому проекту, значит, предполагается, чтобы во всех учебных заведениях дети изучали, сдавали зачёты по знанию гимна Российской Федерации. Они должны знать символику, герб, флаг. Это много сейчас сделано, очень много. И молодцы наши преподаватели, директора школ. Очень большая работа ими проводится, потому что небо и земля раньше – это было военное воспитание, когда мы находились под юридикцией Украины. И сейчас совершенно создание материальной базы, в том же числе, я хочу сказать, политехнический техникум. Почему у них такая? Потому что у них база одна из самых лучших. Туда заходишь, там у них и тир свой, прямо в этом. Там всё сделано с такой любовью, с таким отношением, которое не для галочки, не для красного словца. Вот если каждый на своём месте будет так относиться, тогда мы будем спокойны за нашу молодёжь, за наше подрастающее поколение. Валерий Иванович, я немножко вас перебью, хочу как можно больше вопросов успеть задать. Как активно, вы являетесь также депутатом Симферопольского городского совета. Как активно ваша организация взаимодействует и с администрацией города, и с депутатским корпусом, именно в направлении военно-патриотического воспитания? Я хочу отметить, что Крым-Патриот-Центр, работа Крым-Патриот-Центр находится под пристальным вниманием и руководителей и города Бахарева Геннадия Сергеевича, и Агеева Виктора Николаевича, главы муниципального образования. И это не просто слова, они действительно или сами принимают участие, либо направляют депутатов или администрации. То есть в тех мероприятиях, на уроках мужества, те мероприятия общественно-политического характера, которых принимает Крым-Патриот-Центр, в государственных и других мероприятиях они непосредственно находятся с людьми. И я бы тут никого не выделял, я сказал бы, что очень активно и большое спасибо им за вот такое отношение. Конечно, есть недостатки, мы их видим, знаем, поэтому сильно заострять не хочу на них, но я говорю, что очень масса можно привести мероприятий, которые проведены, и вот за последнее время, где самое активное участие принимали. Вот это у нас в Симферопольском районе, значит, благодаря большой работе Макеева, Михаила Андреевича, очень хорошо работают военно-патриотические клубы, очень хорошее взаимодействие со всеми органами власти, очень хорошее взаимодействие с общественными организациями, с военно-патриотическими клубами. И вот, значит, это постоянные реконструкции, это и Бешуйский бой, это и бой с душманами, который на Ангарском перевале был. Это вот последнее, когда было у нас освобождение Симферополя, мы праздновали, в Симферопольском районе, прошла реконструкция, это концлагерь, где был расположен в совхозе Красном, там, значит, по итогам этого был снят фильм, снят фильм, который показывают, и он за душу берет, где сами артисты дети эти. Вы представляете, насколько это они сидят в зале, каждый сопереживает, и многие ветераны, и люди, умудренные опытом, не могут без слез на это дело смотреть, какие испытания прошли, и вот эта преемственность поколений, вот на это необходимо, и вот мы к этому стремимся, чтобы это проходило красной чертой в этой работе. Вот следующий вопрос буквально по этому поводу. Вы много лет работаете с молодежью, да? Это не секрет. И, наверное, можете сравнивать, наверное, разные поколения молодых людей. Вот как бы вы сегодня, что бы вы сказали сегодня о вот нынешнем поколении, которое сейчас подрастает? Отличается оно от того, что было 10 лет или 20 лет? Разительно отмечается, разительно, потому что где-то с 2001 года, как я был руководителем русской общины города, мы проводили уроки мужества в школах, проводили в учебных заведениях и так далее, и видели, там не было отношения, то есть как бы отбывали номер, понимаете? Ради галочки, да, все делалось? Ну, не все, тоже зависит от какой директор, как это самое. Ну, во-первых, был пресс большой, поэтому осуждать никто не осуждает. Но самое главное то, что несмотря на это, эта молодежь себя проявила, что когда был всекрымский референдум, и эта молодежь, она вместе со своими родителями проголосовала, подавляющее большинство, почти 100% проголосовали именно за воссоединение Крыма с Россией. Значит, благодаря работе преподавателей, благодаря учителям, которые не благодаря, а вопреки всему этому натиску, они сохранили любовь к нашей родине, к нашей истории, к нашему Крыму. И сейчас, вот, с 2014 года идет серьезный подъем. Это не для того, говорю, не для красного словца, а просто приходите обязательно, вы частый гость у нас, но еще ваших товарищей я приглашу на мероприятия, да, не обязательно какие-то показательные все, на рядовые мероприятия, где ребята там собирают, разбирают оружие, где они выполняют нормы ГТО, где они готовят себя к военной службе, как говорится, мускул свой, дыхание, тело тренируют, используют для военного дела. Потому что армии, как показали эти события, нужны грамотные, физически развитые, в духовном отношении преданные своей родине люди. А это показали события Крымской весны. Вот недаром памятник «Вежливые люди», он же стал центром сейчас неформального общения людей. Вы посмотрите, там молодежь идет, свадьбы играют, туда приходят, принимают кадетов, туда приходят. Там постоянно фотографируются, там ни одного, ни одной минуты нет. То есть это всенародная любовь, ни показная, ни по приказу. Вот это чувство нам необходимо сохранить. Потому что после Крымской весны мы, крымчане, нас, крымчан, можно смело назвать патриотами со знаком качества. Потому что действительно пример нашего Крыма, наших людей, наших в том числе деток, вдохновил нашу Россию. Вдохновил. И мы видим, что идет возрождение благодаря нашему президенту, благодаря республике, главе республики Крым. Идет возрождение. Идет возрождение. Ну, не сразу все, кажется, Москва строилась, но по кирпичику кирпич. Поэтому мы должны в этом плане не обольщаться. Недостатки есть и серьезные. Нам надо обратить внимание, тоже вот идешь по улице, мемориальные доски, да? Некоторые заброшенные, перекошенные. То есть тут... Я понял. Необходимо сохранить культурное наследие. Культурное наследие. И даже вот те памятники, которые есть, и относиться более бережно к ним. У нас буквально минута осталась. К сожалению, передача подходит к концу. Что бы вы сказали в заключении нашей сегодняшней программы? Сегодня много прозвучало таких-то хороших слов. Чем бы вы закончили нашу программу? Ну, я бы хотел поздравить Юлию Розенберг с ее победой в номинации «Прорыв» за ее программу «Аты-баты». Ну, четверостишки я написал. Там, где Юлия Розенберг, «Аты-баты, руки вверх!» Твой прорыв, фурор для всех, обречен был на успех. И прошу передать... Спасибо. Спасибо. Ну, и в заключении я хочу обратиться в стихотворной форме ко всем патриотам и не только патриотам нашего Крыма Солнечного. Любовь к Отечеству, что может быть важнее? Толстой об этом мудро говорил растить защитников отчизны, не жалея в работе ни старания, ни сил. Служить России нету долго выше. Как воздух ценим мы патриотизм для молодежи и юношества ниша воспитывать бойцов и героизм. Пример для молодого человека герои древности и нынешних времен. Военные, спортсмены, гордость века, суворов, жуков, множество имен. К защите Родины готовиться обязан Россия-матушка, незыблемая плод, незримой нитью ты с отчизной связан, она на подвиги на ратные зовет. Вернулся Крым свою родную гавань у молодых работы через край. Учиться воевать обязан и оборону нашу укреплять. В заключении мне бы хотелось сказать слова благодарности вашей телекомпании за тот труд, который вы вкладываете в военно-патриотическое воспитание и вручить вам вот есть такая акция, это Аллея Российской Славы. И мы активно сотрудничаем с Сердюковым Михайловичем, который, благодаря которому у нас много памятник и Высоцкого, памятник Гагарина, маршалу Жукову, генералу Маргелову. И вот здесь открытие всех этих памятников и они штурмовали Берлин с дядей Владимира Семеновича Высоцкого. Спасибо. Благодарю вас. Думаю, на этой оптимистичной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что сегодня гостем программы лица столицы был Валерий Ильичев, заместитель директора Крымпатриотцентра и депутат Симферопольского городского совета. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся в это же время через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова